Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Когда я делал скринка 100 VPN о том, что это, зачем и какой он бывает, я говорил, что можно установить и собственный сервер VPN, это не так сложно, но все-таки требует каких-то программистских навыков. Однако оказалось, что уже на тот момент существовало приложение, которое и это может сделать за вас. Outline, а разговор сейчас о нем сделала дочка Гугла, ну или структурное подразделение Гугла под названием Jigsaw, которое собственно и занимается защитой цифровых прав, прав на свободный доступ в сеть и так далее. Приверженцев конспирологических теорий прошу воздержаться от комментариев. Можно, конечно, не доверять никому, но у недоверия тоже должен существовать свой рейтинг. И Google я бы поставил далеко не на первое место. По крайней мере Медуза, насколько я слышал, использует именно Outline от Jigsaw в качестве VPN сервера и мы сейчас последуем ее примеру. Начинается все с установки менеджера Outline. Да, собственно, что все. Outline — это собственный сервер, который отличается от частного доступа через какую-нибудь VPN компанию тем, что здесь вы фактически являетесь хозяином VPN сервера, а там одним из пользователей чужого VPN сервера. Соответственно, здесь можно сэкономить, то есть взять кого-то в пайщике, предоставив ему доступ и разделив сумму. И, кроме того, свой VPN сервер представляется более защищенным, хотя тут спорный вопрос. Собственно, после установки и запуска приложения вы можете выбрать, где размещать сервер. Можно это сделать вообще не ва, то есть везде, но это требует все-таки каких-то навыков, поэтому ограничимся DigitalOcean. Крупнейшая хостинговая компания с не самыми высокими тарифами. Ну и она заточена под Outline, то есть никаких дополнительных действий. Вам нужно завести аккаунт DigitalOcean, если у вас его пока нет. Вот он перебросил нас на сайт хостера, но почему-то не заходит в аккаунт. А, потому что у меня же его пока нет. Надо же создать сначала. Что-то у меня с головой. Привяжем к гуглу и данные кредитной карты. Можете не волноваться, сразу ничего не спишется, но потом по 5 долларов в месяц за пользование Outline придется выложить. Но еще раз это можно делить на несколько человек. Там 1 терабайт трафика в месяц, в принципе при среднем потреблении на 2-3 человек должно хватить. Собственно сейчас мы на сайте DigitalOcean. Но то, что они тут пишут, нас не интересует. Мы заходим в Outline Manager и выбираем сервер, на котором установим VPN. Естественно Амстердам. Пусть спецслужбы думают, что вы живете в Амстердаме и завидуют. С Амстердамом у меня не заладилось. Он не смог там стартовать сервер, пришлось поселиться во Франкфурте. Ну и собственно перед нами Outline Manager. Здесь вся информация по вашему серверу, но VPN пока не подключен. Нужно установить Outline Client. Вот таким вот образом. Кстати такие же действия будут выполнять все, кому вы предоставите доступ. Им придет ссылка и при переходе по ней они должны сделать то же самое. Скопировать ключ. Установить Outline. Выяснить, что он не собирает наши данные. Добавить сервер. И подключить. Теперь мы подключены к интернету через собственный VPN сервер. Технически у нас есть Outline Client, который лежит в трее и если сервер не отключать, вы всегда будете пользоваться им даже после перезагрузки компьютера. И у нас есть Outline Manager, который показывает сколько трафика мы израсходовали и у кого есть доступ к нашему серверу. Например можно добавить еще один ключ. Скажем для мобильного телефона. Скопировать ссылку приглашения и отправить каким-то защищенным способом. В принципе в этом я вполне доверяю Telegram. А на мобильном телефоне я открываю ссылку. Копирую ключ. Устанавливаю приложение. Ну собственно делаю все строго по инструкции и получаю доступ в интернет через VPN. А здесь в Outline Manager вижу кто сколько трафика израсходовал и могу добавлять или удалять пользователей. Если вдруг сервер вам становится не нужен, вы можете удалить его здесь или здесь на сайте цифрового океана. Все-таки иногда удобнее иметь свой собственный сервер VPN, чем пользоваться готовыми платными решениями. Во-первых из экономии средств и во-вторых ну как-то спокойнее жить в собственном доме, чем в коммунальной квартире. Все любите друг друга, живите в свободном цифровом мире. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.